Друзья, спасибо. Знаете, местописание такое есть. Тот, кто в вас, несравненно больше того, кто в мире. Помните? Я по своему обыкновению хочу задать вопрос. Как вы думаете, это правда? Это правда, что тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Пусть каждый его себе задаст. Действительно так. Вот тот, кто внутри нас, он действительно больше того, кто в мире. Знаете, к чему я это говорю? К тому, что такое время, сезон, когда Бог поднимает очень сильно в телесыновство. И дает откровение, и перепрошивает, перепрограммирует нас, новую систему просто устанавливает в нас, чтобы мы понимали вообще, кто в нас, а кто мы. Знаете, вот такая тема, когда приходишь куда-нибудь в какое-нибудь заведение, и часто слышат тот христиан, ой, я не могу здесь находиться, здесь такая атмосфера, она на меня давит. Если мы свет, если мы действительно свет, о какой силе тьмы вообще может быть речь? Какая вообще атмосфера может на тебя надавить? Какие бесы вообще могут быть? Давайте представим, что если бы в это заведение вошел не ты, а вошел Иисус. А мы носим его внутри себя. Все дела, которые сотворил он, мы больше не сотворим. Какая вообще атмосфера может нас засушить? О чем мы вообще разговариваем? То есть мы... А знаете, откуда это все? Я вот думал об этом. Это вот знаете о чем? Это о том, проистекает, что мы всю жизнь каемся. Такое, знаете, слюнтявое, бесхребетное христианство. Все такие вот слабаки. Сопливые, соплежуи. И вот нам во всем всегда надо каяться. Мы только к Богу пришли, представьте, к Отцу любимому небесному, к себе домой. Только к Нему зашли. И уже, Господи, прости мне все осознанные и неосознанные грехи. Я лет 10 такой молитвой молился. Прикиньте. Кто молился такой молитвой? Прости мне все осознанные и неосознанные грехи. То есть у нас Бог сведен до такого состояния, что это какой-то злой полицейский, которого вообще интересуют только наши грехи. То есть его задача грехи у нас выискивать. Если мы согрешили, он нас накажет. А кого учили, что если ты согрешил, дьявол придет? Конечно, прикиньте. Я сейчас зарублю религиозную корову одну, можно? Ну, я на работе там детей воспитываю, да? И вот представьте, у вас ребенок, и он разбил чашку. И прикиньте, приходит его наказывать сосед. Это приблизительно вот так же верить в теологию, что если ты согрешил, то бесы придут. Вы знаете, это на самом деле очень глубоко в корне сидит. Я хочу копнуть, я хочу подковырнуть вот эту ерунду. Оно настолько забито в нас страхом, что есть целая теология освобождения. Я служитель освобождения и внутреннего исцеления. И вы знаете, с чем я сталкиваюсь? Есть люди, которые очень сильно грешат. Вот прям вообще на пропалу. Я не призываю сильно грешить. По чуть-чуть. Молишься за них, и бесов в них нет. А есть люди, вот они очень набожные, очень религиозные. И вот они, бесы в колонах. И вот они чуть-чуть согрешают. И реально они, ну, короче, им нужно освобождение. Потому что там целая куча вообще хрени просто в голове сидит. О чем это говорит? О характере. О внутреннем стержне. То есть, если человек даже грешит, но он осознает, кто он, что он папин. И не впускает в страх в то, что он станет одержимый. Даже совершая какие-то запредельные вещи, он остается свободным. Прикиньте. Если ты разбил чашку, сосед не придет тебя за это наказывать. Ты против Бога согрешил. Это вообще между тобой и папой. Причем тут дьявол? Вообще, причем тут бесы? И какого права они должны к тебе приходить? Я не пропагандирую то, что бесов нет христиан. Есть. И то, что нужно грешить напропалу и не бояться. Ну, то есть, бесов из себя нужно выгонять. Но никогда не надо воспринимать идею о том, что я вот сейчас что-то не то сделал, и сейчас они в меня войдут. Никогда не надо смиряться с этой мыслью и принимать это. Тем более бояться этого. И оно вот настолько пропитано, вот эта вся слава сатане, ну, на самом деле, где-то там в подсознании, в корке, что мы все затюканные, зашуганные, сопляжуи и слюнтяи, которые не могут никуда войти. И если куда-то вошли, то их раздавила сразу же ни духовная, ни божья атмосфера. Я верю, что власть, она восстанавливается. А власть, это, знаете, это как на полицейском одета форма. Он просто пришел, и ему не надо быть сиротой. Представьте полицейского сироту, который пытается доказать. Смотри, я власть над тобой имею. Или там гаишника, который остановил, и он как-то робко себя ведет, пытаясь объяснить человеку, что тот права нарушил. Как-то там пытается доказать. Смотри, я же это самое. Ну, то есть, понимаете, это абсурдно выглядит. Власть, которая одета на нас, как на сыновей, она сама о себе уже обо всем говорит. Нам не надо это доказывать вообще совершенно. Там, где... Бог так сейчас сильно разоблачает в это время такое вот сиротство, когда... Ну, вот эти вот все попытки что-то доказать, что я что-то из себя стою. Оно из ран вообще происходит. О том, что люди, ну, как мы, не понимают, что они уже все имеют. То есть, я захожу в Божий дом, и я немножко туда, как вползаю себе домой. И каждый раз спрашиваю разрешения, а можно я на своей кровати полежу? Я же сегодня плохо себя вел, я не заслужил одобрения съесть обед. Такую возбуждаю какую-то, знаете, божественную наглость. Мне кажется, за некоторые вещи надо вообще перестать каяться. Ну, это абсурдно звучит, я понимаю. Это вызывающее, это какой-то уровень благодати. Но осознание того, что мы уже прощены, оно должно вот нас пропитать. Вот и до. Причем, ну, когда со мной что-то случилось, Бог от этого не в шоке. Он это знал. Прикиньте. И Он уже это предусмотрел. И с этим уже все разобрано. Давным-давным-давно. То есть, это уже давно прощено. Каждая труба, в которую я попал, каждая переделка, везде есть выход. Я там что-то готовил, короче, ничего не хочу из этого даже говорить. Вот. Кто влетал вот из вас вот так вот? Ты влетаешь, короче, в сферу плоти и понимаешь, что все. Тебя несет по бездорожью и все это заканчивается плохо. И такая, знаете, точка, откуда уже не повернуть. С кем? Кто понимает, о чем я сейчас говорю? С кем такое было? Вот со мной такое было. Вот. И вот так вот, чтобы на практике то, что действует, вот когда ты влетел, вот так вот, конкретно, знаете, ты понимаешь, ты влетел. Я сейчас вообще своим сердцем делюсь, чем-то очень важным и сокровенным на самом деле. Но оно работает. Вот. И такой момент вот по привычке, на тебя наваливается вот это все осуждение, там, тадададам, тадам. И как-то так получилось, что, знаете, как Дух Святой развернул просто мышление. И вот то, что реально работает, вот в этот момент, даже когда ты вообще вот в трубе, ты можешь остановиться и сказать, Бог, а я не могу ничего с этим сделать и с этим справиться. то есть реально. Вот по букве закона все. Ну, хама, я встрял. Вот. Но на самом деле я бы этого всего не хотел. и включается просто огромным потоком благодать. Такой силой. Вот есть такая молитва. Когда ты попал в обстоятельства, и все, закон он против тебя, совесть твоя, она против тебя. И обстоятельства такие, что их уже не повернуть. То есть реально, да? Вот чтобы не зарываться дальше, можно остановиться и просто сказать, вот Бог, если бы была моя возможность, ну, вот это вот все, вот это изменить сейчас. Ну, я бы на самом деле выбрал бы вообще тебя. По большому счету. И включается огромнейшая благодать, если молиться вот так, в такой ситуации. И меняются обстоятельства. Ну, по-настоящему меняются. Люди исчезают. Там, я не знаю, там работа. Ну, все, что угодно происходит вообще. Почему? Потому что вообще, не грех вообще интересует Бога и волнует его. А только наше сердце. Вот даже вот в той ситуации. Мы бы его выбрали, или мы бы что-то другое выбрали. Если это понять, что Бога вообще, ну, оно, я понимаю, очень жестко звучит. Это надо понять, ну, понимание зрелости, благодати. Потому что благодать, она намного более зрелая, чем закон. С позиции закона все просто. Согреши, убей себя дубинкой, кайся, большого вола приноси. Чуть-чуть согрешил, голубя принеси. Короткая молитва покаяния. То есть, ну, и в принципе, большинство менталитета такого воцерковленного, оно так живет. Очень сильно согрешил все. Там пост, валы, кабаны, то есть, процесс освящения, там, и всего этого дела. То есть, а благодать, она намного более высокого уровня, более зрелая вообще. Понимание того, что это его вообще не волнует. Прикиньте. И наша совесть, она просто там захлебнулась. Потому что написано, что даже если совесть тебя твоя осуждает, то не Бог. Ну, не тем паче ли Бог. То есть, настоящий перевод. Помните, да? Если ваша совесть вас осуждает, там написано в оригинале, то не Бог. То есть, когда тебя судит твоя совесть, Бог тебя не судит. Вообще. И не грехи его вообще интересуют абсолютно. И вот от этого происходит вот эта потеря власти. Потому что, если я думаю, что Бог сконцентрирован на моей святости, очень жестко, да, звучит? Я скажу это. Можно, да? Если мы будем думать, что Бог сконцентрирован на моей святости, мы обречены всю жизнь крутиться, как белка в колесе. Мало того, эта теология, она даже не даст нам с места сшагнуть и начать меняться. И сразу же приходит жизнь и начинает все работать, когда мы понимаем. А он на этом не сконцентрирован. Как? Вот так. И дьявол не приходит, и бесы не приходят, когда мы грешим. Потому что это между нами и ним, и им. А этот вопрос уже решен на кресте. И, соответственно, откидывается куча, куча, куча просто ненужной войны. Совершенно. И она перенаправляется вообще в другое русло. То есть не нужно бороться со многими вещами совершенно. с тем, с чем сегодня тело просто сражается и борется. Через одно понимание, что Бога вообще не это интересует. Моисей там не шибко святой вообще был. Читали его историю. Человека убил. Там, как бы. Вот. Давид, что ли, сильно святой был? Сколько у него уже он был? Скользкая тема. Сколько у Давида был оржен и наложниц? И как-то Бога вообще эти вопросы не интересовали. Зато сердце у него какое было. Ну, реально, когда ты читаешь псалмы, ты понимаешь, что там вообще в сердце творилось. То же самое. Концентрация на нашей жизни, на нашей святости, она придет автоматически через отношения с Ним, через мою любовь к Нему. И больше всего через понимание Его любви ко мне. Это придет автоматически. Не интересует Бога грехи. Совершенно. Абсолютно. И не могу я это заработать как-то. От того, что я буду больше молиться, Бог будет меня больше любить. Он меня уже любит, безусловно. Нет больше любви, чем любовь, которая, где положили душу за тебя, да? То есть получается, что Он возлюбил нас самой большой любовью. Уже. И еще больше ее я заработать не могу. То есть, когда я вхожу себе домой, я пользуюсь всем, чем я хочу. Не важно, в каком я состоянии, не важно, в каком я отношении, это уже мое. И вот оно, сыновство. И вот этот вот уровень власти, когда я куда-то пришел, но Бог внутри меня. Если Бог есть свет, если я есть свет, какая может быть тьма вообще на меня надавить? Абсолютно. Никакая атмосфера не может задавить свет. Свет, он полностью рассеет всякую тьму. Аминь или нет? Я вас утомил. Вот. Вот что мне хотелось об этом всем сказать. О том, что через понимание благодати Бог восстанавливает сильную власть того, кто мы уже есть. Вот и все. И мне хочется очень увидеть церковь и христиан, которая не боится каких-то мест или какой-то атмосферы, куда она попадает. И не сконцентрирована на бесах, на том, какого духа там эта атмосфера. Какая разница вообще, какого она духа? во мне Христос. И я его принес сюда. Какие могут быть бесы вообще? Ой, это музыка мирская. Я не могу тут находиться. Я один такое слышу? Не, но я один так жил. Бог перепрошил меня в этом вопросе. Не мешская музыка на меня влияет. Я прихожу и меняю атмосферу там, где я нахожусь. Ну, так или нет? Ну, мы свет или нет? Ну, соль или нет? Знаете, соль, которая утратила силу, это бесхребетное, слабое христианство, которое ничего не может. И распускает нюни в каждой атмосфере, в которую она попадает. И бежит в церковь, закрылась, и молится. И боится из этого места выйти, потому что мир испачкает. Или там тьма нападет на тебя. В этом мире много света. В этом мире много папы. В этом мире все его люди, они папины. Прикиньте, такие же дети. Если смотреть его глазами на это все, это совершенно меняет все цвета, все вообще, весь окрас, и все, 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 все. И небо его, и море тоже его. И весь этот бар с этой мирской музыкой тоже его. И люди, которые там, они тоже его. Поэтому, ну, мы цари и священники там, где мы находимся. и не боимся бесов и чертей. И не важно, насколько мы святы, потому что этот вопрос решен жертвой. Вот и все. И не надо париться по поводу того, а Бог сегодня рад меня видеть или нет? А он сегодня в хорошем настроении или нет? Я всю неделю так себя плохо вел там или еще чего-нибудь. Вообще это его не волнует. Он не злой тиран, который сконцентрирован на наших делах, на нашей святости и поступках. Многие местописания, которые вырваны из контекста, знаете, они перевернуты. Из этого слеплена целая теология ужасающая. Такого слабого христианства, ужасного Бога, который ищет наши недостатки. Аминь. Все, что я хотел сказать. Дим, будешь делиться? Иди.